Китайские брокколи и рыбья мята появятся в ботаническом саду Академгородка. Лето – оптимальное время для того, чтобы новые растения прижились к сибирским условиям. Сегодня на территории ботсада 14 тысяч видов сотрудники научно-исследовательского центра не только изучают таксоны, но и тщательно ухаживают за своими угодьями, а также создают новые экспозиции. В прекрасных садах побывала Юлия Алиханова. На тысячи гектарах ботанического сада расположились 11 открытых экспозиций. Одна из них – тактильный сад. Необычность этого места в том, что ощутить красоту растений здесь могут незрячие и слабовидящие. С помощью запахов и осязания люди видят природу с другой стороны. В центре тактильного сада расположен цветок. В каждом лепестке определенный материал – керамзит, галька, плитка, кора и песок. С помощью этой экспозиции дети и взрослые изучают текстуру материалов на ощупь. Здесь можно как походить по лепесткам, так и потрогать их руками. С этого года в Ботаническом проводят прогулки и экскурсии по новому саду декоративных форм. Тут растут уникальная береза с фиолетовой листвой, чубушники, туи и можжевельники. Насладиться красотами сюда приезжают люди с разных точек России. Ну, конечно, вообще очень живописно, поражает вот эта вся красота. И вот цветение, вот этот, допустим, отсек очень интересный. Бансай красивый сад, мы там тоже были очень здорово. Кувшинки цветут вообще, вообще очень хорошо. Крупнейший ботанический сад входит в состав сибирского отделения РАН. Ученые изучают растения от химсостава до способов выращивания. В ходе многолетних исследований выведены декоративные сорта черемухи и рябины, а также новый сорт жимолости, пригодный для механизированной уборки. Сейчас исследователи работают над новыми видами растений. В настоящий момент у нас ведется исследование еще двух овощных культур в качестве функциональных продуктов питания. Это китайская брокколи и рыбья мята. Чем вообще овощные вот эти культуры замечательны? У них короткий вегетационный период, они успевают в суровых условиях нашей Сибири вызреть. Также они имеют лекарственные свойства, в частности, регулировать уровень сахара в крови и понижать давление. Ранее селекционеры вывели спаржевую вигну, мамордику или горькую дыню, а также рогатый огурец. Гости ботанического сада при желании могут приобрести семена необычных овощных культур. Юлия Алиханова, Валерий Павлов, Новости ОТС.